Всем привет! Приветствую вас на YouTube-канале Гельтек. Мы сегодня вместе с физиотерапевтом, врачом-косметологом и неизменным лицом канала Гельтек поговорим о чувствительной коже. Ирина, здравствуйте! Здравствуйте, Ксения! Чувствительная кожа – это действительно неприятное явление. Кто-то постоянно живет с такой кожей, у кого-то это случается время от времени. Но как нам с вами правильно понимать, что вообще является кожей чувствительной? Я думаю, что Ирина со мной согласится, что любое отклонение от нормальной реакции можно уже охарактеризовать как чувствительную кожу. То есть, если вы сделали какой-то пилинг или отклеили от кожи резко пластырь, вышли на сильный мороз и испытываете дискомфорт – это норма. И вы будете видеть, что все люди вокруг испытывают то же самое. Но если все уже давно в порядке, а вы сидите красный как помидор, лицо горит, есть ощущение зуда – вот это уже не норма. Если все пользуются каким-то косметическим средством, а именно вы не можете им пользоваться, все щипет, жжет, да, есть какое-то покраснение, и так происходит часто, то есть не просто на какое-то косметическое средство, а на постоянной основе, то есть вам вообще трудно подобрать уход, то мы имеем дело, конечно же, с чувствительной кожей. Опять же, это может происходить по вполне объяснимым причинам, и тогда такое явление чувствительности носит временный характер. Например, вы сделали пилинг или какую-то другую косметологическую процедуру с так называемым контролируемым повреждением, то есть так было задумано. Но тем не менее, есть определенные азы ухода, которые будут актуальны и для одних людей, и для других, и с постоянной чувствительной кожей, и с периодическим повышением чувствительности, там, не знаю, на фоне стресса или еще каких-то условий. Но я думаю, Ирина, что вы подтвердите, что уход за чувствительной кожей, так же, как и уход за любой другой кожей, всегда начинается с очищения. И именно в очищении зачастую кроется главнейшая ошибка по уходу за кожей чувствительной. Более того, неправильно подобранное очищение может быть как раз-таки и причиной этой самой чувствительности кожи. Да, дьявол, как всегда, кроется в деталях. На самом деле, очень часто люди, выбирая себе средства для очищения кожи, обращают внимание на описание этих средств. И на многих из них написано гель для умывания для жирной кожи, гель для умывания для сухой кожи. Но это на самом деле в корне неправильно. То есть, такие рекомендации могут быть по двум причинам. Либо это маркетинг, потому что действительно нефизиологично очищать кожу жирную, ну, каким-то другим способом, чем сухую. Либо могут быть действительно вот для жирной кожи добавлены более агрессивные поверхностно-активные вещества, то есть моющая основа. Да. Чем зачастую грешит косметика не для нашего славянского типа кожи, не для нашей климатической зоны. Поэтому, если это не маркетинг, а действительно добавленная в умывалку для жирной кожи какие-то агрессивные паф, то есть лаурет или лаурилсульфат, то лучше бежать от такой умывалки куда-нибудь далеко. Даже если вы обладатель жирной и проблемной кожи, потому что очищать её до скрипа не надо. Мы нарушаем и без того нарушенный гидролипидный барьер. Мы убиваем и добиваем нашу нормальную микрофлору, которая отвечает за кожный иммунитет в том числе из-за чувствительности. Поэтому наша задача выбрать всегда очищение кожи на мягких поверхностно-активных веществах. То есть это может быть кока-глюкозит, теококал-глутамат. Обязательно, чтобы не было там каких-нибудь лаурет-лаурилсульфатов, жёстко очищающих кожу. И такие средства для умывания вот в компании Гельтек на самом деле все. Потому что мы не делаем очищающие средства для лица на жёстких паф. Поэтому вот новинка, например, гель успокаивающий для умывания. Он тоже основную моющую основу имеет кок-глюкозит. Он не будет сильно пениться, но при этом будет хорошо очищать. Ну и естественно, в средствах для очищения кожи и в геле очищающем, и в муссе очищающем, с алоэ или с витамином С нашим тоже нет агрессивных паф. В средствах для умывания могут быть и активы. Например, здесь у нас добавлено Центелла, зелёный чай, антиоксидант. Здесь у нас есть Эпантенол, Алоэ Вера. Это хорошо, когда в очищающем средстве есть ещё какие-то дополнительные активы. Но надо понимать, что средства для очищения кожи у нас находятся на коже достаточно кратковременно. То есть порядка 30 секунд, наверное, не больше. И поэтому гоняться за средствами для умывания с вот такой вот простынёй поинки ингредиентов активных не стоит, потому что они просто не успеют как-то особенно сработать. Хорошо, когда они есть и дополняют действие паф. Но самое важное и, к слову, самое дорогое в умывалке – это как раз поверхностно-активные вещества. Поэтому ищите средства для очищения кожи на мягких пауах и любой тип кожи, любое её состояние будет вам благодарным. Если мы говорим о тонизировании, вот у нас здесь два вида тоника – это Keep Calm Toner и тоник, матирующий Sebo Balance. Действительно, ведь чувствительность может быть как у кожи сухой, так и у кожи жирной. Вот действительно имеет смысл использовать разные тоники или тонеры для таких типов кожи? На самом деле, жирная кожа, особенно проблемная, даже чаще бывает гиперчувствительной, реактивной, потому что человек, как правило, уже постарался нарушить свой гидролипидный барьер, агрессивным умыванием, агрессивными какими-то лосьонами со спиртом, пытаясь достичь вот этого мнимого чувства свежести после очищения кожи, который на самом деле длится недолго, а вот микробиом и гидролипидный барьер нарушает надолго. На самом деле, хочу сказать, что тоники, по крайней мере, компании Giltek, это не просто средство для завершения очищения, восстановления ПАЖ, и удаления с кожи каких-то балластных веществ из водопроводной воды, это действительно делать необходимо, но они, многие из них, несут определенную таргетную функцию какую-то прицельную, они преследуют какую-то цель. В данном случае, например, Keep Calm Toner это успокаивающий тоник, который подходит для самой гиперчувствительной кожи, даже консервант здесь такой, которым консервируют растворы для контактных линз. И здесь еще, естественно, есть активные ингредиенты, Центелла, Ламинари, и способ его применения может быть немножко отличаться от, например, многих других тоников. Есть тоники, которые привычнее наносить, например, ватным диском, или можно наносить руками, а вот этот тоник очень комфортно наносить орошением, то есть можно так себе побрызгать после умывания, можно прям обильно побрызгать, и промокнуть аккуратненько мягким полотенчиком, ледоразовым полотенчиком, салфеточкой лицо, тем самым избавив чувствительную кожу от личного трения ватным диском, которое может тоже являться триггером для, как говорится, покраснения и дискомфорта. Подходит для любого типа кожи. А вот как раз Себобаланс это речь о жирной и при этом гиперчувствительной коже. На самом деле для просто жирной кожи он тоже идеален, потому что он отлично матирует, здесь есть для этого сиборегулирующий компонент и есть цинк. У него очень необычная текстура суспензии, то есть его нужно вот так сбалтывать, чтобы вот этот осадочек полностью распределился, после этого как раз ватным диском мы его наносим. Но здесь еще в составе есть такой ингредиент, как коламин. На самом деле, наверное, мама, имеющая детей небольшого возраста, помнит еще, как они болели ветрянкой. И вот лосьон коламин, которым можно вот эти вот ветряночные пузыречки высыпания обрабатывать, который снимает зуд, который не выглядит так ужасно, как зеленка. Мы в наше время обрабатывали. Да. Как раз вот этот вот лосьон, он как раз сделан на основе того же коламина, который находится в этом тонике. Это идеальный успокаивающий ингредиент. Кстати, когда, например, покусали насекомые или та же ветрянка, тоже можно на самом деле вот этим тоником аккуратненько обработать, например, поверхность, которую искусали мошки или комары даже у деток. Но самая главная его функция это сохранять кожу жирную более матовой дольше по времени и убирать вот эту гиперчувствительность за счет коламина. Еще один способ снизить реактивность кожи это использовать пребиотики в ходе. Насколько мы сейчас много об этом знаем и когда мы увидим результат? То есть неужели это так быстро работает? На самом деле функция микробиома изучается уже много лет. То есть пик, наверное, изучения микробиома был года 3-4 назад на самом деле это не такие прямо уж долгоиграющие исследования. Это достаточно недавно человечество обратило внимание на своих полезных микробов. Раньше люди страдали как раз тенденцией к использованию антибактериального мыла, антибактериальных компонентов, триклозана даже в средствах для умывания лица. И бесконтрольное использование антибиотиков, конечно же. Что привело к тому, опять-таки, что наша кожа, потеряв микробиом нормальный, потеряв нормальную микрофлору, которая участвует как раз в иммунном ответе зачастую, приобрела вот эту реактивность на те триггеры, которые еще, например, 30 лет назад, возможно, у людей кожа и не реагировала на них. Помолодела такая патология, как розация. Это тоже связано и с экологией, и, возможно, с вот этим бесконтрольным использованием антисептиков и антибиотиков. Так вот, чтобы нам немножечко помочь нашей микрофлоре, нашим полезным микробам, от которых зависит количество условно-патогенной микрофлоры, потому что если нормальная микрофлора нормально размножается, ее подавляющее большинство на коже, то условно-патогенные микробы, такие как клейш-демодекс или кутибактерия акне, которые вызывают, например, воспаление, не разгуляются. И, соответственно, чтобы нам подкормить микрофлору или простимулировать ее рост, размножение нормальное, мы добавляем в средства уходовые, например, пробиотики и пребиотики. Пробиотические компоненты, если правильно с точки зрения химии, сказать, это постбиотики, конечно, живые бактерии, нам никто в косметику добавить не разрешит, никакие законодательные органы, но используются лизатые бактерии, ферментированные лизатые бактерии, например, лакты или бифидобактерии, которые при нанесении на кожу будут стимулировать рост и размножение нормальной микрофлоры. И используются пребиотики по аналогии с теми, которые мы, например, едим, чтобы простимулировать рост нормальной микрофлоры в нашем тонком кишечнике. Это инулин, альфаглюкан, например, ну и многие другие компоненты, которые как раз являются, можно сказать, кормом для вот этой полезной микрофлоры. Поэтому сыворотка пробиоскин может использоваться как раз для чувствительной кожи, для кожи с нарушенным микробиомом, например, после курсов иммуносупрессантов, то есть глюкокортикоидных препаратов, после курсов антибиотиков, после каких-то препаратов топических на кожу, которую наносили с антисептическим антибактериальным действием, для того, чтобы восстановить микробиом. То есть она наносится после умывания и тоника, после сыворотки пробиоскин вы можете нанести уже либо солнцезащитное средство, либо какой-то свой привычный уходовый крем. Мне кажется, что у нас вообще есть изумительный дуэт, который поможет людям с чувствительной кожей, это сыворотка 3D-увлажнение и крем восстановления натурального увлажняющего фактора. Они должны прям в синергии работать. Объясните, пожалуйста, почему гиалуроновая кислота и что значит 3D и для наших зрителей, может быть, еще кто-то не знает, что такое натуральный увлажняющий фактор и как это поможет в борьбе с чувствительностью. Ну, начнем с сыворотки, потому что сыворотка всегда наносится до крема. На самом деле чувствительность кожи может проявляться по-разному. Это может быть действительно реакция сосудистая, то есть покраснение, ритема, гиперемия, все медицинские термины перебрали. Но это может быть еще и проявление, например, обезвоженности кожи, которая выражается дискомфортным чувством стянутости после умывания в течение дня. Может, допустим, даже быть дискомфорт при умывании обычной водой. вода очень сушит кожу, кажется, человеку, даже если она не очень жесткая. И это будет говорить о том, что вот эта чувствительность кожи связана именно с обезвоженностью, то есть с недостатком влаги в дерми, в эпидермисе. И мы можем ее восполнить как? Мы ее можем восполнить внедрением через эпидермальный барьер гиалуроновой кислоты, но не любой, а ее маломолекулярных фракций. То есть есть ультрамолекулярная или низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Они способны преодолеть эпидермальный барьер. А есть высокомолекулярная, которая чаще встречается в косметических средствах, к слову сказать. Она занимается тем, что удерживает влагу на поверхности. Вот здесь все три вида есть. Соответственно, маленькая молекула будет как заместительной терапией работать на уровне дермы, на уровне базальной мембраны эпидермиса, а уже высокомолекулярная будет удерживать эту влагу внутри. Естественно, надо помочь транспорту влаги из дермы в эпидермис. Мы знаем, что эпидермис у нас получает влагу, собственно, не из атмосферы в основном, а из капилляров дермы. Но чтобы туда попасть в эпидермис, надо пройти определенный путь. И вот здесь в сыворотке есть пептид, дифупарин, который как раз вот этот аквапариновый путь и стимулирует. То есть у нас влага будет лучше из капилляров дермы попадать в эпидермис, который не имеет собственных сосудов. Но надо понимать, что надо еще пить достаточное количество воды для того, чтобы в капиллярах было тоже достаточно влаги. Да, конечно. Соответственно, вот здесь, ну и если кожа у нас чувствительная, здесь еще соковая вера, естественно, который влияет и на кожный иммунитет и снижает чувствительность. А крем НМФ протекшн, восстанавливающий, он будет ремонтировать именно водную часть нашего гидролепидного барьера. содержит он аминокислоты, которые у нас в норме есть в натуральном увлажняющем факторе. И натуральный увлажняющий фактор, он способствует влагодерживающей функции, он как раз влияет и на работу кожного иммунитета, на заживление, на регенерацию тканей и, соответственно, на реактивность кожи. Поэтому, если у нас реактивность, например, связана особенно с повреждением кожи, например, вы делаете пилинг, используете ретинол, используете кислоты, то в паре с вот этими агрессивными препаратами можно в уход ввести, например, крем NMF Protection, который будет поддерживать нашу, как говорится, состоятельность гидролепидного барьера на фоне вот этой вот контролируемой агрессии. Если мы говорим о таком предуходе или бустерах, или, например, мы хотим использовать какой-то гель во время аппаратных методик, что для чувствительной кожи здесь можно подобрать? Ну, для чувствительной кожи надо понимать, что очень важна работа с сосудами. Поэтому, если мы делаем какие-то аппаратные методики, во-первых, они должны не агрессивно действовать на сосуды. Здесь мы отметаем все электрометодики, которые работают в миллиамперном диапазоне, то есть электропарация или ионофорез для людей, например, с куперозом, со слабыми сосудами нежелательно. Чувствительная кожа – это относительное противопоказание, пока сосуды с тенденцией к расширению, лучше такие методики не делать. Но отлично работает, например, микротоковая терапия, которая, наоборот, укрепляет сосудистую стенку и снимает отечность. И, соответственно, мы выбираем опять-таки средства с сосудоукрепляющими компонентами. Здесь у нас будет гель для сухой и нормальной кожи Нео с дегидрокверцитином, липосомальным и сосудоукрепляющими компонентами. Здесь будет лосьон-концентрат Нео, который также можно использовать и в качестве тоника, а также как сос-средство для снятия чувствительности. Да, кстати, вот сос – это очень интересно, потому что же бывает такое, что как-то оправданно вспыхнуло лицо, скажем так, это чем-то оправданно, например, какой-то косметологической процедурой. То есть мы можем, например, компресс с ним такой сделать? Можем, да, даже не обязательно косметологической процедуры, просто вот действительно перепады температур, ультрафиолет – это такие самые известные триггеры, которые больше всего влияют на кожу. Это, допустим, какие-то экстрактивные вещества в пище, это горячие напитки, алкоголь, то есть что-то вы употребили, или что-то на вас повоздействовало, например, вышли там из теплого помещения в холодной, печка в машине вас обдула, или, наоборот, кондиционер. И действительно реактивность кожи повышается на фоне этих триггеров, и мы можем такое, как СОС-средство использовать одноразовую масочку или салфеточку из микроцеллюлозы, пропитанную, например, лосьонным концентратом Нео с 10% липосомальным дегидрокверцитином и другими сосудокрепляющими компонентами. Мы пропитываем эту салфеточку, укладываем её как компрессик на лицо, и влага будет испаряться, сосудокрепляющие компоненты будут воздействовать на кожу, на сосуды, они будут сужаться, и кожа будет светлеть быстрее, скажем так, чем бы она сама это сделала. То есть, можно использовать при таких вот приливах вот этот вот лосьон в виде компресса. Ну, а в профессиональной косметологии, в кабинете мы часто используем маску с эффектом фарфоровой кожи, сочетая гель для сухой нормальной кожи Нео и масочку, пропитанную лосьонным концентратом, и сверху закрываем полотенчиком и держим вот такой вот компресс после, например, каких-то процедур, когда нам нужно эффект вау на выход. Вот у нас такое видео есть, например, экспресс-процедура супервлажнения, может быть, ссылочка где-нибудь будет. Вот, вы сможете посмотреть, как делать эту маску на 20-й минуте этого видео. Но ведь кожа может быть чувствительной не только на лице, но и на теле. Особенно топиком, например, им вообще удобно использовать один и тот же препараты для лица и для тела. Можем ли мы здесь что-то порекомендовать? Да, у нас есть для этого, на самом деле, интересная новинка. Это крем-увлажняющий микробион КЕР. Здесь мы, как бы, убиваем двух зайцев или всех зайцев, несколько зайцев, потому что здесь у нас есть и поддержка микробиома за счет про-приобиотических компонентов, и увлажнение, и успокаивающий эффект. И данный крем может использоваться и на теле, и при необходимости на коже лица. На самом деле, у нас на коже тела есть тоже сиборейные зоны, например, у нас есть плечи, грудь, спина, которые могут быть подвержены и акне, высыпанием, и лечению, соответственно, этих проблем агрессивными компонентами лекарственных средств на спиртовой, например, основе. И нужно восстанавливать то, что повредило необходимое нам лечение, например. А также мы можем ходить в бассейн с хлорированной водой, ну, не обязательно хлорированной, какой-то дезинфицированной водой, которая тоже влияет не очень хорошо на нашу кожу. И тоже, например, после такого воздействия мы можем воспользоваться вот таким кремом, соответственно, восстанавливая гидролюпидный барьер на всем теле. Мы поговорили сегодня о чувствительной коже. На самом деле, эта проблема важная и актуальная, потому что она может касаться абсолютно каждого и в любом возрасте. Как мы уже сказали, это может быть перманентное состояние, очень сочувствуем, может быть временно и вполне объяснимое, но так или иначе вам потребуется помощь. И я надеюсь, что мы с Ириной сегодня вам эту помощь предложили и предложили инструменты, косметические средства Гельтек, которые действительно вам помогут в решении этой проблемы. Ирина, спасибо вам большое за сегодняшний разговор. Ну, а вы, дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, нажимайте на лайк и, пожалуйста, если у вас есть вопросы или, может быть, пожелания, оставляйте их в комментариях под этим видео. До свидания. До свидания. Спасибо, Ксения.